Добрый день, уважаемые телезрители. С вами я, главный редактор телеканала Лобня Евгения Шворок и наша программа про город. Сегодня мы разговариваем с первым заместителем председателя областной думы Никитой Юрьевичем Чаплиным. Добрый день, Никита Юрьевич. Добрый день, Евгения. Никита Юрьевич, вы частый гость в нашем городе и я хотела бы поговорить с вами вот о чем. Как вы видите наш город? Как он меняется? Мы же живем внутри и не всегда можем понять и увидеть все перемены, которые происходят. Лобня – замечательный город, это мой родной город. Самая, наверное, отличительная черта Лобни – то, что здесь, в нашем городе, сохраняются традиции. Это верность традициям, уважение к старшему поколению, уважение к труду. Это, наверное, отличительная черта нашего города. Но, кроме того, конечно, наше историческое прошлое – это особые заслуги Лобни в Великой Отечественной войне, наши трудовые успехи в 70-80-е годы. Но при этом город развивается, город становится современным. Перед нашим городом стоят достаточно серьезные вызовы. Прежде всего, это транспортная проблема, о которой мы говорили с нашим губернатором Андреевичем Воробьевым, и он нас поддержал в решении этой задачи. Город должен быть красивый, и прежде всего город должен устраивать жителей. Если мы говорим о транспортной проблеме, то расскажите нашим зрителям. Вопрос давно уже поднимался, мы много об этом говорим. Что нас ждет? Что ждет нашей дороги? Я бы транспортную проблему разбил на две части. Первое – это новое строительство. И второе – это непосредственное поддержание дорог в нормальном состоянии. Что касается нового дорожного строительства, то мы нашли поддержку у губернатора. И Андрей Юрьевич поручил построить нормальный въезд в город Лобню, расширить Лобнинское шоссе. Сегодня это двухполосная трасса, неосвещенная, с массой проблем, с большими пробками на въезде в городе. Губернатор поручил построить новое Лобнинское шоссе, сделать его современным, четырехполосным, освещенным, с нормальным тротуаром и велодорожкой. Собственно говоря, совсем недавно мы вместе с главой города Евгением Смышляевым рассмотрели проект, который нам представил подрядчик. Подрядчик уже определен по итогам торгов, компания «Горкобстрой». И мы вместе с главой и подрядчиком, представителями Министерства транспорта области и Дирекции дорожного строительства смотрели этот проект. Собственно говоря, мы внесли несколько коррективов и предложений. Мы считаем, что необходимо построить две эстакады дополнительные, чтобы не было пробок на железнодорожных путях, которые проходят в некоторых местах по нашему городу. Мы считаем целесообразным все-таки сделать легкий выезд на Шереметьевское шоссе, сделать это без светофоров, сделать круговое движение в месте выезда из Лобни на Шереметьевское шоссе. Эти наши предложения приняты. И с марта месяца в Лобни начнется строительство уже расширенного Лобнинского шоссе. Это, конечно, существенно разгрузит и транспортный поток в городе, и даст возможность жителям спокойно выезжать в Москву или на другие трассы. Второй вопрос мы очень активно обсуждали с жителями. Это строительство северного обхода города Лобнин. Это очень дорогая стройка. Она стоит по сегодняшним уже меркам более 9 миллиардов рублей. И, конечно, полностью сделать ее за счет бюджетных средств не получится. Поэтому мы сейчас ищем инвестора, который вошел бы в этот проект. Это государственное частное партнерство совместное с Московской областью. Понятно, что мы не сможем привлечь деньги города Лобни, просто их не хватит. Поэтому ГЧП Московской области с инвестором. Мы не отвергаем этот проект, наоборот, считаем, что его надо делать. Но это надо делать совместно с частным финансированием. Поэтому речь о строительстве в 2019 году северного обхода не идет. Но Лобнинское шоссе, подчеркиваю, с точки зрения Московского института урбанистики, даст возможность существенно развязать пробки в городе. Я имела честь присутствовать на совещании, которое вы проводили с подрядчиком. И помню, что у вас были и другие замечания по проекту. В частности, некоторые из них касались пешеходов. Что с ними? Как будет организовано пешеходное движение? Мы считаем, что необходимо не пешеходные переходы делать на этой трассе четырехполосные, а нужны надземные переходы, которые дадут возможность, во-первых, безопасность наших пешеходов и жителей. Во-вторых, это не даст снижения на трассе скоростной, и это очень важно. Сегодня их в проекте было три. Мы считаем, что нужно сделать семь. В местах массового скопления людей, там, где сегодня поток людей. Уверен, что подрядчик прислушается к нашим предложениям и сделает все, как мы договаривались. Это, конечно, приведет к дополнительному дорожанию строительства, но мы этот вопрос уже согласовали с Министерством транспорта области и находим понимание у наших коллег. Анин Катырьевич, мы уже с вами проговорили про шоссе, но еще один вопрос – это дороги в городе. Вы уже оговаривались о том, что дороги должны быть в нормативном состоянии. Расскажите, вот в этой области какая работа ведется, как город поменялся, что вы видите как депутат? Мы с главой нашего города, Евгением Викторовичем Смышляевым, договорились за эти два года, за 2018-2019 год, существенно изменить состояние лобнинских дорог, сделать их качественными, заменить асфальтовое покрытие и не просто ямы латать, а сделать ремонт картами. И, собственно говоря, вот эти два года – это наша задача. В этом году, как я сказал, 20 миллионов мы получили из областного бюджета, большая часть львиная, часть денег – это городские деньги. Но я уверен, что и на следующий год мы будем просить нашего губернатора, министерства транспорта, дать также субсидию на то, чтобы больше дорог сделать в Лобнине. Поэтому задача не только большую трассу построить, чем мы говорили, но и наши дороги привести в нормативное состояние. Благодарю за ответ. Никита Юрьевич, вы часто бываете также в городских пространствах, видите, как преображаются наши дворы, как реализуется программа по комплексному благоустройству дворов. Какие замечания вы слышите у жителей, какие отзывы о работе наших городских служб? Что можете сказать по этому поводу? Вы правы, мы за это лето достаточно плотно с командой города прошлись по дворам. Мы посетили 26 дворов и посмотрели, как идет и благоустройство дворов, и ремонт подъездов. И самое главное, программа, в которую я введу, – это детские площадки. Посмотрели качество детских площадок и какие детские площадки новые делают. В целом, что касается капремонта, жители довольны. Тут, конечно, нельзя сделать сразу капремонт во всех подъездах. Поэтому, у кого еще не сделали, это будет следующий год или 20-й год. Но мы точно за эти три года сделаем капремонт во всех подъездах нашего города. Что касается детских площадок, то мы должны обеспечить, конечно, качественное напольное покрытие, должно быть мягкое покрытие. И то, что нравится ребятам. Собственно говоря, такая практика очень хорошая и в нашем городе уже, и в наших соседей наработана. Поэтому не избавляем темпы по детским площадкам и будем строить новые площадки. Ну и, конечно, мне очень приятно общаться с жителями, потому что есть активность людей. Поэтому я прошу, пользуясь случаем, нашим эфиром, чтобы люди писали обращения, говорили о тех проблемах, которые есть. Это, наоборот, заставляет власти, нас и городские власти, активнее работать по решению этих задач. Уважаемые телезрители, вы всегда можете обратиться к первому заместителю председателя Московской области Думы, Никиту Юрьевичу Чаплину, и лично попасть к нему на прием. Никита Юрьевич, благодарим вас за интервью, благодарим вас за уделенное время, за то, что наши жители могут к вам обратиться и всегда найти отзывы. До новых встреч. Спасибо большое. До свидания.